Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Брайчева. И обсуждаем мы сегодня тему, на мой взгляд, на самом деле непростую и уж точно не совсем обычную в нашем эфире. Мы первый раз говорим о каком-либо суде, помимо арбитражных или судов общей юрисдикции. И тема нашей программы звучит сегодня следующим образом. Итоги 20-летней практики и перспективы арбитража при МТПП. Это Московская торговая промышленная палата. Я напоминаю, что у меня в студии, что мы находимся, во-первых, в прямом эфире. И у меня в студии сегодня находится Марина Зиновина-Пак, председатель арбитража при МТПП, кандидат юридических наук. Доброе утро, Марина. Доброе утро. Мы находимся, как я уже говорила, в прямом эфире. И можно позвонить, задать вопрос, либо какой-то комментарий ваш сказать, либо высказать мнение или рассказать какую-либо историю. Телефон студии озвучу сразу 65 10 99 и 6, код Московой 495. И также можно написать на сайт финам.фм на страничку программы «Формула права». Ну а, собственно говоря, у меня первый вопрос, ну немножко вводный, может быть, для тех наших слушателей, которые сейчас, наверное, и могли первый раз в жизни вообще услышать, что кроме судов, которые созданы государством, условно говоря, арбитражные суды и суды общей юрисдикции, отдельно у нас еще Конституционный суд стоит, могут быть, оказывается, какие-то другие суды. Вот какое место в судебной системе занимает суд, о котором мы говорим сегодня, и которым вы руководите уже с 2004 года? Спасибо, Анастасия. Действительно, это очень важный вопрос, особенно для гражданского общества, поскольку такие суды, мы их называем третийские суды, в международной практике они называются коммерческие арбитражи международные. Очень важно для добросовестных предпринимателей, которые в своей среде в состоянии решать конфликты и споры по контрактам без участия государственных судов. Почему это так? Ведь государственный суд – это всегда, что называется, достаточно жесткое, длительное, принудительное рассмотрение споров, и сохранение мира в таких ситуациях бывает достаточно сложно. Более того, государственные суды рассматривают дела публично, каждый может наблюдать за этим скандалом, что нельзя сказать вот о таких третейских судах, о коммерческих арбитражах, где основным из принципов является вопрос конфиденциальности. А можно сразу вопрос, Марина? Вот расскажите, пожалуйста, мы, более того, даже целая программа у нас была по поводу публичности и гласности в арбитраже, да, и постановлению Пленума. На эту тему, соответственно, было зимой прошлого года. Вопрос. Когда мы говорим о третейском суде, и вот конкретно о суде, которым руководите вы, это арбитраж при Московской торгово-промышленной палате, здесь судебное заседание открытое или нет? Нет. Закрытое. Судебное заседание конфиденциальное, конечно. То есть судебное заседание допускаются только лица, участвующие в деле и непосредственно суд? Мало того, что допускаются только представители сторон, а все, что становится известно сторонам, не подлежит разглашению секретариат суда, не имеет права давать никакие комментарии по поводу того, что вообще такое было дело. И если оно не становится дело предметом рассмотрения дальнейшим компетентных судов, когда это возможно? Когда, допустим, одна из сторон обращается за исполнительным листом. И таким образом, обращаясь в арбитражный суд, дело становится публичным, тогда будет известно, что оно было предметом рассмотрения Третьейского суда. Во всех остальных случаях это вопрос конфиденциальный, и в принципе об этом даже никто не знает. Может быть, это одна из причин, по которой это не так распространено в обществе, поскольку об этом мало слышат. Я думаю, что мы сегодня расскажем нашим слушателям. Вот это очень важный момент, потому что действительно, с одной стороны, это прекрасно и замечательно, когда мы можем узнать и о том, кто и как работает, потому что можно даже посмотреть по представителям, в каких судах они участвовали, кого и как защищали. Можно всегда получить через интернет информацию, это я сейчас рассказываю об обычном арбитраже, когда, где, какое дело слушается. Можно всегда посмотреть интересующую компанию вас, с кем они судятся, не являются ли они стороной какого-либо спора, но только если мы говорим о государственном арбитраже. Как только мы переходим в плоскость арбитража Тритейского, соответственно, мы уже говорим о том, что эта вся информация закрытая, и это один, наверное, из важных моментов, почему предприниматели выбирают для своих споров нередко Тритейский суд. А что значит выбирают, Марина? Как взять и выбрать? Возвращаясь к тому, какова история вопроса, скажу, что в нашей стране это стало возможно в системном смысле, только 20 лет назад, фактически Тритейские суды создавались в рамках судебной реформы одновременно с арбитражными судами, поэтому и арбитражным судам в этом году 20 лет, и Тритейской системе в этом году 20 лет. И в рамках этой реформы Тритейские суды создавались именно как альтернативный способ разрешения спора. Ну, строго юридически он называется частно-правовой. Что это значит? Что если между предпринимателями, условно говоря, организациями существуют какие-то договорные отношения, и они хотели бы решать споры, которые могут возникнуть в более комфортной обстановке, тогда, когда они имеют возможность выбрать судей, когда они абсолютно доверяют тем, кто разрешает их спор, когда они, скорее всего, по отношению к ним предпримутся все меры для того, чтобы они решили этот вопрос миром, они предпочитают рассмотрение дела в альтернативном порядке, не обращаясь в суд. Ведь поскольку эта система новая, то исключает эту возможность обращения в суд государственный, не исключает по этому поводу, ввелись споры, некоторые игнорировали такие договоренности, которые были отражены в договоре, некоторые на них настаивали, поэтому, чтобы не углубляться в эти частности, я просто скажу, что для того, чтобы альтернативным способом разрешить спор, об этом должно быть соглашение. А если оно есть, можно одной из сторон сказать, ну, мало ли что есть, а я хочу в обычный суд пойти? Закон построен таким образом, что если даже есть соглашение, любая сторона может прийти в государственный суд. И если вторая сторона до первого заявления по существу не станет возражать, то государственный суд, несмотря на эту оговорку, будет рассматривать спор. Если вторая сторона возражает, то государственные суды в соответствии с законом оставляют такое заявление без рассмотрения. И дальше уже ждут, а что сделает суд, потому что не всегда суд признает свою компетенцию. Это достаточно тонкие вещи, они, в общем-то, для специалистов, для юристов. Каким образом такую оговорку составить? Если она составлена некорректно, неправильно указан в суд, либо масса есть других вещей, то, что называется вправе пороком, то такую оговорку можно и оспорить, и суд ее может оценить как неисполнимую, и недействительную, и точно так же будет рассматривать спор по существу. Но для того, чтобы спор рассматривался в третейском суде, как минимум, нужно соглашение сторон о передаче споров в такой суд. А вот скажите, Марина Зиновьевна, такое соглашение может состояться в какой момент? Оно может состояться в момент самой договоренности, то есть при подписании договора, обычно это указывается в разделе «Разрешение споров». Оно может состояться позже, оно может состояться уже в суде, поскольку при разъяснении сторонам прав и обязанностей, суди каждый раз, в каждом судебном заседании говорят, что вы имеете право передать ваш спор на разрешение третейского суда. И такая возможность у сторон сохраняется аж до вынесения решения. Поэтому самый простой путь, когда нет еще конфликтов, конечно же, заложить. Это заранее предусмотреть договоре. Либо в договоре, либо в отдельном соглашении, либо уже в дальнейшем каким-то другим способом. Как правило, это так. То есть, по большому счету, передать дело в третейский суд, стороны могут и заранее, когда нет спора, в принципе договориться, что если вдруг он возникнет, мы идем вот туда и там судимся, а не стандартно в арбитраж государственный. Либо если уже спор случился, и стороны оказались в суде, допустим, в арбитражном суде, при этом они могут до вынесения решения все равно прийти к тому, что давайте решать спор в третейском суде и конкретный суд выбрать. Они могут сами прийти к этому решению, и судья им обязательно задаст такой вопрос. Понимаете, третейский суд, это в принципе достаточно древний, институт, и фактически это возможность найти третьего, который бы помог двоим разрешить их конфликт. Наиболее он был распространен в международной практике, когда международные торговли, стороны, которые принадлежат к разным государствам, не хотели судиться ни в одной из стране участников договора и предпочитали третью страну. Таким образом создавались международные коммерческие арбитражи. Они создавались при биржах, при различных ассоциациях, ломбардах, торгово-промышленных палатах. Это одно из самых популярных, что называется, мест расположения. Место, да, приписки международных арбитражей. Поэтому это было удобно, и основная задача заключалась в том, чтобы решение такого суда исполнять добровольно. Мы сейчас две минуты выслушаем новости, после этого вернемся в эфир. Итак, мы продолжаем сегодня обсуждать тему, которую обозначили следующим образом. Итоги 20-летней практики и перспективы арбитража при МТПП. Я сразу нашим слушателям поясню, особенно, может быть, кто-то, если не сразу включился, что такое арбитраж при МТПП. МТПП я назову полностью. Это Московская торгово-промышленная палата. Соответственно, арбитраж при МТПП – это один из третейских судов, один из старейших, наверное, древнейших в нашей стране, потому что, по сути, ровесник и государственных арбитражных судов, 20 лет исполняется, и то, и другое, да, и линии судебные, и непосредственно суду, о котором мы сегодня обсуждаем. Я напомню, что у меня в студии находится Марина Зиновьевна Пак, председатель арбитража при МТПП и кандидат юридических наук. Очень интересно от себя, скажу, рассказывает про суд, потому что не всем нам хорошо вообще известно и понятно, что, оказывается, решить спор можно пойти не только в государственные суды, но и в какие-то другие, я сейчас так условно называю, а мы сегодня рассказываем подробно. Я напоминаю, что мы находимся в прямом эфире. Телефон студии 65 10 99 и 6, код Москва 495. Также можно на сайт finam.fm написать на страничку программы «Формула права». Если есть какие-то вопросы, комментарии, мы обязательно ответим. Ну а я все-таки воспользуюсь возможностью задать Марине Зиновьевне еще ряд вопросов по поводу суда. И в целом меня интересует, и я думаю, что наших слушателей интересует следующий вопрос. По поводу подсудности мы говорили, что для того, чтобы в принципе стороны обратились в Третьейский суд, не в Государственный суд, для этого необходимо, чтобы было между ними соответствующее заключенное соглашение. Да, Третьейское соглашение. Да, Третьейское соглашение. Скажите, туда, в этот суд, могут обратиться только юридические или физические лица? Кто? Кто может судиться? Может быть, можно по наследству посудиться? Да, хороший вопрос. Если между ними будет заключено соглашение Третьейское. Да, конечно. На стадии принятия наследства. Тем не менее. Анастасия, создавались арбитражи, конечно же, для хозяйственной деятельности, для предпринимательской споры. И первоначально это предполагалось, что будут рассматриваться споры между юридическими лицами. Поскольку у нас с самого начала нашего новейшего законодательства физические лица обладали правом занятия предпринимательской деятельностью, так называемые наши индивидуальные предприниматели, то им такое право тоже было дано, потому что в каком-то смысле они приравнивались к юридическим лицам. В дальнейшем, учитывая то, что такие суды Третьейские могут рассматривать любые гражданско-правовые споры, некоторые Третьейские суды изменили свое положение с тем, чтобы дать возможность и физическим лицам обращаться по договорам между собой. Как раз арбитраж при Московской палате торгово-промышленной такую возможность предусматривает. Поэтому, если говорить коротко, к нам в Московскую палату в арбитраж могут приходить юридические лица, российские и иностранные, физические лица, предприниматели и непредприниматели. И надо сказать, что в последнее время такие споры стали появляться, такие иски от физических лиц. По договорам займа достаточно простый договор, но на существенные суммы. И я понимаю, что это за физические лица, это те люди, которые так или иначе коснулись уже альтернативных способов разрешения споров, будучи участниками бизнеса и поняли некие удобства для себя, поэтому и включают подобные оговорки в договоры. Вы хорошие слова сейчас сказали по поводу удобства для себя. Давайте нашим слушателям Марин Зиновне рассказываем, какие же удобства, в чем отличие, или в чем, даже я бы сказала, преимущество, потому что если преимуществ не было, никто бы и не приходил, ни по бизнесу, правильно, ни по частным дальнейшим спорам. Соответственно, в чем преимущество в отношении и по сравнению, может быть, с судами, которые стандартные государства? С точки зрения просто граждан, просто людей, любое обращение в судебные инстанции, это малоприятный факт. Все, кто бывали в судах, сама по себе обстановка, позиция публичной власти и бесконечное оправдывание собственного поведения, либо доказывание собственной правоты, не всегда происходит в комфортной обстановке. Этого категорически не существует при альтернативном разрешении спора. То есть начнем с того, что это очень комфортная, спокойная, дружелюбная, совершенно не судебная обстановка, и располагающая к тому, чтобы спокойно разрешать какие-то возникающие споры. Это первое. Второе, конечно же, это вопрос конфиденциальности, которая во многих случаях бывает очень принципиальным. Вопросы чести и достоинства, это, конечно, не самая сильная черта в нашем обществе. У нас совершенно спокойно эти вещи попираются. И при всем при этом защита достоинства тоже не имеет, что называется, надлежащей компенсации. А репутация для многих значит очень много, поскольку многие фирмы обладают международной репутацией. Для них вопрос нахождения бесконечных споров. Это вопрос как раз то, о чем вы говорили прежде, что открыл сайт высшего арбитражного суда. И посмотрел, сколько в течение года компания находилась в судах, в процессах, и кем она там была, и с том или ответчиком. И это уже косвенно говорит о том, насколько она надлежащий партнер. Спор исполняет ли она обязательства или нет, и в принципе в состоянии ли она решать конфликты. И давать ли ей кредит, например. Давать ли ей кредит, например, да. Конечно же, это не происходит, когда споры разрешаются в таком порядке. И предполагается, что если вы обращаетесь за разрешением этого спора к третьему, ну к третьему я условно говорю как третейский суд, то что это может быть один, а может быть и коллегия судей из трех. Подобные решения, они предполагаются к добровольному исполнению. Поэтому мы говорим о том, что общество приличное, добросовестное, вступает в договорные отношения для того, чтобы их исполнять, а не бегать. Что если все-таки возникла ситуация, когда стороны не могут разобраться, они нуждаются в третьем, и решение третьего для них является обязательным, они спокойно его исполняют. Надо сказать, что по практике арбитраж при Московской палате, поскольку только из той публичной информации, которая нам доступна, опять же, на сайтах судов, порядка 15% дел, это были те дела, о которых нам известно, что либо решения оспаривались, потому что сторона не хотела исполнять, либо другая сторона обращалась за исполнительным листом. А так, в общем-то, около процентов 12, наверное, споры решаются мирно. То есть даже не доходит до решения Третьейского суда. А вот скажите, пожалуйста, Марина Зиновьевна, неоднократно слышала по поводу, вообще даже по-другому сформулирую вопрос, каким образом определяет состав суда в Третьейском саде? А это еще к вопросу о преимуществах является одним из преимуществ альтернативного разрешения споров. Каждая сторона может выбрать того арбитра, которого она хотела бы видеть по своему спору со своей стороны и которому она доверяет. При этом это может быть арбитр из списка, который рекомендован, и этот список находится на сайте. А также это может быть и любой другой юрист. К Третьейским судьям есть определенные квалификационные требования, поэтому они каждый раз проверяются, если это, что называется, арбитр со стороны. Но что касается арбитров включенных в список, то это выдающиеся, надо сказать, ученые-юристы, юристы практики с огромным опытом, юристы, включенные в списки ведущих таких арбитражей, в том числе международных, в частности это иностранные юристы. Поэтому, что называется, из 108 блестящих юристов выбрать юриста, которому ты доверяешь, совсем несложно. Это делает каждая сторона. В дальнейшем оба арбитра избирают третьего, и в том случае, если не происходит ни первого, ни второго, то тогда уже включается механизм работы секретариата арбитража. Тогда назначается за сторону арбитр и председательствующий, соответственно. То есть, фактически, правильно ли я понимаю, что, опять же, в отличие от судов государственных, я сейчас говорю одновременно и про арбитраж, потому что мы выяснили, что физические лица могут выйти, и общая юрисдикция, там идет у нас назначение, то есть кому расписали, тому и расписали. Ну, условно говоря, есть, конечно, свои какие-то механизмы. Категории, да. Да, соответственно, в третейском суде каждая сторона может влиять на тот процесс и на ту персону, которая фактически будет рассматривать их с порой. Не только влиять, они фактически формируют состав. Более того, стороны могут изменить правила, по которым этот третейский суд будет действовать. Есть регламент, соответственно, если стороны не приходят к соглашению о том, что они хотят другие правила, то он будет действовать. Он достаточно комфортный, нежесткий, он совершенно понятный, но тем не менее стороны могут его изменить. И место рассмотрения, и участие в формировании состава, процедура рассмотрения. В общем, практически стороны и участники могут сформировать весь процесс. Свой суд, вообще все полностью. Своё место, своих судей, условно говоря, и свои правила, по которым они будут рассматривать. Самое главное, чтобы они только договорились. Ну, с определенными ограничениями. Мы не говорим о том, что да, потому что мы понимаем, как может сейчас фантазия. Не, ну да, я думаю, что фантазии всё-таки... Разогнать воображение. Не будем, естественно, я имею в виду в разумных всё-таки пределах, но тем не менее получается, что структура и сам механизм третейского суда живой... Абсолютно. Ну, я не знаю, существо неправильно говорит, да, но некая процедура, она очень живая, потому что очень на многое стороны могут... Влиять. Взаимным соглашением. Естественно, не по отдельности, а когда у них есть какие-то договоренности и согласие обеих сторон на изменение процедуры, места и так далее. Особенно, когда они знают, что это такое. Я напомню, что мы обсуждаем сегодня третейский суд. Две минуты выслушаем новости, возвращаемся в эфир. Итак, мы продолжаем сегодня обсуждать тему итоги 20-летней практики и перспективы арбитража при МТПП. И нашим слушателям я напоминаю, что МТПП — это Московская торгово-промышленная палата. А говорим мы, по сути, сегодня об одном из старейших, и, наверное, я бы сказала, старейшем третейском суде. Ему действительно исполняется 20 лет. 20 лет — это тот период времени, когда наше российское законодательство позволило, в принципе, существовать такому виду судов. У меня в студии находится Марина Зиновина-Пак, председатель арбитража при МТПП, кандидат юридических наук. И нашим слушателям я напоминаю, что мы находимся в прямом эфире. Телефон студии 6510-99-6, код Москва-495. Можно позвонить, задать вопрос, поделиться мнением. Либо все то же самое, только в печатной форме, можно осуществить на сайте финам.фм, на страничке программы «Формула права». Марина, а мы обсуждали отличия. Зачем идти не в государственный суд, а мы уже, напомню нашим слушателям, сказали о том, что можно здесь быть и в хозяйственной деятельности, то есть замена арбитражу, арбитражному суду, и спором между физическими лицами, которые не являются субъектами предпринимательской деятельности, и сами не являются предпринимателями, тоже по своим спорам они могут обращаться непосредственно в арбитраж при МТПП. В каких случаях, зачем, и обсуждая это, мы говорили о вопросах конфиденциальности, то, чего, как правило, нет в государственных судах, и наоборот, они идут по другой линии, есть свои плюсы, есть минусы. О возможности сторон, во-первых, непосредственно выбирать судей, которые будут рассматривать спор, и в целом влиять и на структуру процесса тоже, да, то есть это такой живой процесс. Вот хотелось бы мне спросить еще о следующем, сроки, потому что мы вообще часто слышим, и я как адвокат часто слышу от клиентов и физических лиц, и юридических, что, ой, ну суд, ну это долго. Столько инстанций. Да, что столько инстанций, в принципе, это долго. Считаю, что год пропал для жизни. Да, вот по срокам, когда мы говорим о третейском суде, и года непосредственно об арбитраже, которым вы руководите. Да, это также относится к преимуществам альтернативного способа разрешения спора, но надо сказать, что сроки у третейских судов различные. В арбитраже при Московской торгово-промышленной палате в целом можно сказать, что в течение полутора месяцев можно получить решение суда. И это решение будет окончательным. Это означает, что оно по существу не будет пересматриваться никаким другим судом, в том числе и компетентным арбитражным или общей юрисдикцией. Вообще, это правило об ограничении рассмотрения компетентными судами при решении вопроса о выдаче листов, потому что зачем после третейского суда, как правило, идут в государственный суд. Либо для того, чтобы получить исполнительный лист, если другая сторона, проигравшая его, не исполняет решение, либо для того, чтобы оспорить решение третейского суда, потому что такая возможность тоже дана. Но она дана не для того, чтобы пересмотреть решение по существу. А в какой ситуации можно оспорить? Есть несколько оснований, которые прописаны и в арбитраже про социального законодательства, и в гражданском про социального законодательстве. Они имеют процедурные и материальные основания. К процедурным это вопросы, которые связаны как раз с тем, как суд провел весь процесс. Были ли извещены стороны? Я говорю таким бытовым языком, чтобы было понятно обычным гражданам. Были ли соблюдены все те правила и процедуры, которые прописаны законом о третейских судах и регламентом такого суда? Надо сказать, что есть все-таки пожелания и рекомендации гражданам не обращаться в те суды, которые, что называется, как отхок суды, создаются под конкретный спор. Мы этой темы вообще больше не будем касаться. Мы будем говорить о постоянно действующих третейских судах, которые зарегистрированы на сайтах арбитражных судов и имеют определенную практику, репутацию. Вот о таких судах. Как правило, у них есть регламенты, у них сроки предусмотрены различные. И чтобы оспорить такое решение, стороны смотрят, насколько соблюдались все процедуры, которые таким регламентом прописаны. Если там есть дефекты и они совпадают с теми основаниями, которые указаны в законе, это то основание, по которому такое решение можно отменить. Не пересмотреть, а просто отменить. Это значит, что можно туда по новой обращаться и идти в государственный суд, как альтернативная возможность. Но за 20 лет практика достаточно единообразно сложилась по этому вопросу. Поэтому, если процедурные основания отсутствуют, то, как правило, такие решения не отменяются. Во всяком случае, практика арбитража при Московской палате достаточно благоприятная. Очень благоприятная. Можно, что называется, проверить этот факт и посмотреть по тем решениям. Как раз по открытой базе арбитража. Да, по открытой базе сайта высшего арбитражного суда, каким образом и когда и по каким основаниям. Но практика такова, что эти решения не пересматриваются, поэтому оно окончательно. Таким образом, возвращаясь к срокам за полтора-два месяца, вы получаете решение, которое является окончательным. Конечно, по отношению к годичному, там, я не знаю, полтора года иногда занимают процессы. Если возвращаются с какой-то инстанции дела на новое рассмотрение, то это, конечно, безусловное преимущество. А вот у меня даже свой вопрос возник, Марина Зиновьевна, а есть ли какие-то экспертизы нужны или что-то в этом роде? Ну, что такое экспертиза? Это же один из видов доказательств. Ну, конечно, можно такие ходатайства заявлять, и бывает, что и назначаются экспертизы, и это, конечно же, влияет на срок. Но в целом важно, что решение такого суда является окончательным. Как правило, это должно быть записано в самом третейском соглашении. Часто это бывает, положение записано в регламенте. Но у нас в законе считается, что если вы своим соглашением подчинили правило регламенту, а регламент содержит такое условие, то весь регламент становится частью вашего соглашения. Соответственно, такое решение является окончательным. Для международных судов, ну, арбитражи, извините, это повсеместная практика, для, что называется, внутренних третейских судов есть некоторые нюансы. Но в целом работает правило, что решение является окончательным, исполняется добровольно, не исполняется добровольно, заинтересованная сторона идет в компетентный суд и исполняет такое решение принудительно. Поэтому достаточно короткий путь, и мы говорим сейчас о добросовестных участниках бизнеса и о нормальных, хороших третейских судах, потому что в этой сфере тоже, как известно, имеется злоупотребление. Мы не касаемся этого вопроса, говорим о том, как это работает в нормальном режиме, в законном. Вот, соответственно, следующий вопрос у меня связан с расходами на судебную процедуру. То есть всем известно, что при подаче иска в суд государственный есть у нас налоговый кодекс, там есть соответствующие статьи, которые определяют размер госпошлины в зависимости от того, что за споры и что за требования. Либо освобождают от госпошлины. Ну, либо освобождают определенные группы, как правило, граждан, но не только, но тем не менее. И государственные органы. Государственные, да. А здесь как? Здесь совсем иначе, это все-таки коммерческие, альтернативные. Это на недавней нашей конференции, посвященной юбилею как раз 20-летию арбитража, модератор, профессор Костин, а он председатель нашего как раз древнейшего, если уж можно кому-то отнести этот термин, так только, наверное, к Международному коммерческому арбитражному суду при Российской палате, которая существует уже больше 80 лет. Это такой авторитетный международный арбитражный центр. Так вот, он сказал, что, ссылаясь опять же на какого-то из зарубежных арбитров, что, вы знаете, арбитража — это, в общем-то, вопрос такого ощущения, что вот вы приходите в бутик, а государственные компетентные суды — это прокатный стан. Поэтому вы понимаете, что это не может быть дешевле, потому что авторитетные арбитры, в основном, у них есть своя практика для того, чтобы они участвовали в этих процессах и получали за это вознаграждение, потому что бесплатно никто не будет заниматься этим. Организации, которые создают такие третейские суды, они прекрасно понимают, что это, в общем-то, в каком-то смысле некая такая услуга бизнесу, которая тоже должна быть оплачена. И весь этот суд, он находится, что называется, на самоокупаемости. Вся организация, вот, и в том числе арбитры, а это все называется арбитражные сборы, должны покрывать те расходы, которые организация несет. Поэтому могут быть арбитражные сборы незначительные, конечно, для небольших сумм исков предусмотрены совсем-таки условные, что называется, арбитражные сборы. А в целом это значительно дороже, чем государственный суд. Правда, если посчитать общие расходы на несколько инстанций, либо по судам общей резикции, либо по арбитражным судам, вместе с расходами на адвокатов. И так, скалькулировать это по итогу, одно решение против трех, а может быть даже четырех. Ну, для начала сроки иногда достаточно посчитать. Да, конечно. Конечно же бизнес убивается, деморализуется от того, что компания находится в состоянии процесса длительное время. Поэтому это дороже, но это окупается. Тем более, что если это истец, который понимает, почему он пришел, и он получает удовлетворение в виде решения суда, то эти расходы, они возмещаются. Точно так же, как государственные пошлины. Мне просто интересно, у каждого третейского суда, и в том числе, соответственно, у арбитража при МТПП, тоже есть некая, как статья в налоговом кодексе. Это называется, да, шкала арбитражных сборов. Она везде разная, действительно. Но заранее известна сторонам. Она абсолютно публичная. Это все на сайтах, это издается отдельными брошюрами. Время от времени вносятся некие изменения, точно так же, как в список арбитров. Но это все можно знать заранее. На сайте палаты есть калькулятор, что еще проще. То есть вы просто заводите туда сумму ваших требований и получаете итоговую сумму арбитражных сборов, которые нужно уплатить. А вот скажите, пожалуйста, какие законы применяются? Законы, надо сказать, что арбитраж при Московской палате существует и как международный арбитражный центр, и как внутренний. И, соответственно, применяют законы и российские, и иностранное право, и международные договоры. То есть то право, которое является применимым к конкретному спору. Тоже такой технический вопрос. Если у нас какое-то право не российское, то, соответственно, это соответствующий судья, да? Возможно, это иностранный судья. Как это решается внутри суда? Мы исходим из презумпции. Судьи знают право. Ну, я честно могу сказать, невозможно же знать все право, да? Это правильно вы говорите. Поэтому к вопросу о применении иностранного права есть подходы, что это вопрос факта или это вопрос предмета доказывания. Возлагается ли это на сторону доказать, что именно это право и в каком виде, либо судьи сами его применяют. Но у нас законодательство в этом смысле достаточно четко определяет, кто и что должен делать в такой ситуации. И юристы, практикующие, знакомые с третьей частью гражданского кодекса, они вполне с этим совладают. А для простых граждан, конечно, в этой ситуации будет сложно, потому что тут без профессиональной помощи не обойтись. Особенность по вопросам применения иностранного права. Это редкий случай. Такие вещи бывают, но это редкий случай. Ты считаешь, как редкий случай разрешения спора и введения самого процесса на иностранном языке. У нас в практике арбитраж при Московской палате были такие случаи. И арбитры обладают достаточной квалификацией. Ряд арбитров, которые в состоянии это делать. Это как раз те арбитры, которые являются арбитрами международных иностранных арбитражных центров. Но это нераспространенная вещь. В основном поток, конечно, идет между российскими юридическими лицами, либо международные споры, как правило, с применением российского права. А вот скажите, пожалуйста, по поводу исполнения решений тоже вопрос. Мы, на самом деле, уже касались нашей программы и говорили о том, что, как правило, большая часть по вашей некой своей статистике исполняется непринудительно, потому что люди к третейским судьям и в третейский суд приходят как к тому самому третьему, который просто поможет сам по себе спор решить. Но, тем не менее, я думаю, что этот вопрос мы оставим уже на следующую часть, потому что немножечко времени у нас осталось. Но, тем не менее, хотелось бы немножко поговорить и об исполнении решений, особенно вот в нашей реалии, когда далеко не всегда страна, показывая, что она добросовестная, таковой на самом деле является, случаются ли такие ситуации в отношении решений арбитража при МТПП и, соответственно, как они исполняются принудительно. Но сейчас я напомню, что мы слушаем новости, возвращаемся в эфир через буквально две минуты. Мы продолжаем обсуждать тему итоги 20-летней практики и перспективы арбитража при МТПП. У меня в студии Марина Зиновина Пак, председатель арбитража при МТПП, кандидат юридических наук. Нашим слушателям напоминаю, что мы находимся в прямом эфире телефон-студии 65 10 99 6, код Москвы 495. Ну а мы обсуждали уже все предыдущие части практически, обсуждали различия между как раз третейским судом и судами государственными, либо арбитражными, либо общей юрисдикцией. Тем не менее, вопрос мне хотелось обсудить следующий, мы его как раз анонсировали до того, как вы слышали новости. Как исполняются решения, и меня волнует с такой точки зрения. Вы сказали, Марина Зиновина, что решение окончательно, примерно в течение полутора месяцев, примерно, да? Это в арбитраже при Московской палате. Да, да, мы говорим именно сейчас об арбитраже при МТПП. Соответственно, примерно в течение полутора месяцев получается окончательное решение. Решение, которое можно оспорить в узком круге случаев, а по практике практически никогда. И, соответственно, это решение, опять же, по практике исполняется добровольно сторонами, потому что люди приходят в третейский суд как к тому самому третьему, которому они доверяют и хотят поручить рассмотреть их спор. Но, тем не менее, случаются и ситуации, когда сторона не исполняет состоявшееся решение суда, то самое окончательное решение, и как тогда быть? Случается достаточно часто. Тогда заинтересована сторона, но в нашем случае мы говорим об эстцах, которые выиграли свой спор в суде. Они обращаются в компетентный суд. Надо сказать, что компетентный суд, он может быть как судом в Москве, так и судом в любом другом городе. Куда бы они пошли, если бы они не шли в третейский суд? Они идут по месту нахождения ответчика. Да, совершенно верно, они идут по месту нахождения ответчика. По московскому региону арбитраж при Московской палате достаточно благоприятная практика. Уже все понимают, что такое арбитраж при Московской палате. При этом, надо сказать, что еще в 2004 году Московская торгово-промышленная палата заключила соглашение с Московским городским арбитражным судом. Это было сделано вслед за аналогичным соглашением на уровне высшего арбитражного суда и Российской торгово-промышленной палате. Такое достаточно декларативное в целях поддержания развития третейского разбирательства в стране оно носит характер такого дружественного. То есть мы обмениваемся практикой, мы участвуем в рассмотрении каких-то вопросов, которые касаются в том числе третейского разбирательства. Понятное дело, что никаким образом третейский суд не может влиять ни на практику, тем более участвовать в разрешении каких-то там вопросов компетентных судов. Но я говорю это к тому, что о арбитраже при Московской палате, арбитраже суд Москвы, Московский округ, Высший арбитражный суд знает. То есть это не случайный арбитраж, он авторитетный, и практика по нему достаточно единообразная. Поэтому если оспариваются решения арбитража при Московской палате, то практически все... Нет-нет, это может быть, потому что, вы знаете, когда страна не хочет исполнять, она цепляется за все. За любые основания, за все то, что прописано в законе, даже если она не сильно понимает, что такое публичный порядок или основополагающие принципы российского права, это вы встретите в каждом заявлении об оспаривании. Такие заявления об оспаривании заканчиваются прекращением производства, потому что решение наше окончательно, и оно вообще не рассматривается. И это практика. Что касается исполнительных листов, и если это не Московский суд, то практика бывает разная. Вспомню один случай, потому что он дошел до высшего арбитражного суда, это дело, и слушалось дело у нас об убытках, спор был международный, истцом была кипрская компания, а ответчиком было российское юридическое лицо, зарегистрированное в Воронеже. Поскольку речь шла об убытках, то, понятно, арбитры его не рассмотрели с первого раза, 4 или 5 заседаний было, стороны доказывали все как могли, и бой был такой настоящий. А на кону, как говорится, стояло 4 миллиона долларов. Истец выиграл суд, и обратился в Воронежский арбитраж за исполнительным листом. И Воронежский арбитраж ему исполнительный лист не дал. Те основания, которые были указаны, не будем говорить сейчас о деталях, они, конечно, на взгляд юристы не выдерживали никакой критики. Но, тем не менее, Конституционная инстанция это решение Воронежского суда поддержала. И только через два года, дойдя до высшего арбитражного суда, это дело получило разрешение. Мало того, что высший арбитражный суд своим прямым указанием, постановлением, отменил воронежские решения, и указал Воронежу выдать исполнительный лист, расписал, почему этого делать нельзя, и еще придал этому постановлению силу, вновь открывшиеся обстоятельства, указав, что если... По другим делам. По другим делам были аналогичные ситуации, используйте это постановление для того, чтобы практика была единообразна. И я считаю, что это очень хорошо, потому что это в каком-то смысле говорит о том, что государство признает такой способ разрешения споров, государство защищает такой способ разрешения спора, и мы не говорим ни о какой конкуренции между третийскими судами и государствами. Боже, сохрани. Понятно, что третийские суды создавались для того, чтобы слегка разгрузить. Ясно, что есть целый ряд вопросов, категории вопросов, которые не могут быть предметом разрешения в третийском суде. Но, тем не менее, если вы настолько хорошо образованы, вы настолько цивилизованы и продвинуты в правом смысле, что вы все-таки предпочитаете решать в комфорте, в альтернативном режиме свои споры, будьте добры, исполняйте такие решения. И вот это, конечно, было очень хорошо. Поэтому мы говорим о том, что решение является окончательным, и оно подлежит принудительному исполнению в случае отсутствия доброй воли проигравшей стороны. То есть оно может быть исполнено, точнее, всеми теми способами, которые существуют и для решений. Для обычных решений судов. Совершенно верно. Ничего их не отличает, кроме неких процедурных вопросов. Ну, процедурные вопросы, потому что есть... До получения исполнительного листа. Да, а дальше мы идем точно так же. Есть процедура получения исполнительного листа. Если исполнительный лист после государственного суда, это вопрос автоматический, технический такой. То здесь это некая процедура. Но она достаточно короткая, понятная, простая и единообразная в судах. А вот вы сейчас сказали, что не все споры могут быть рассмотрены в Третьейском суде. Может быть, кратко скажем нашим слушателям, а что именно, из какой группы. Давайте вот до ответа, Марина попрошу вас не отвечать пока на этот вопрос. Объясню, почему у нас слушатель уже ждал выхода в эфир, так как было интересно. С вопросом, не знаю, сейчас узнаем. Было интересно, я вас не перебивала. И вот он сейчас еще раз набрал. Максим у нас на линии, слушаем вас. Алло, добрый день, Марина. Здравствуйте. У меня, значит, такой вопрос к вам. Мне, я дал денег в долг, дал в долг человеку денег. Вот. Он написал расписку, соответственно. Могу ли я с этой распиской обратиться в Третьейский суд, так как он в установленные сроки не вернул сумму указанную? К сожалению, вы, наверное, пропустили начало передачи. В Третьейский суд можно прийти только, если между вами и вашим должником есть соглашение о передаче спора в Третьейский суд. Вы его и сейчас можете заключить, если он от вас не бегает. Но без такого соглашения Третьейский суд не сможет рассмотреть ваш спор, потому что его компетенция должна быть обусловлена волей обеих сторон. Ага. Я понял. Спасибо за ответ. Тем не менее, Марина, давайте вернемся буквально кратенько, потому что я еще хотела некое резюме нашей беседы для наших слушателей сделать, вот как раз, чтобы и вспомнить, о чем мы в первых частях тоже говорили. А какие споры кратко не могут быть вообще рассмотрены Третьейским судом? Ну, поскольку мы говорим о том, что это все-таки частноправовой способ разрешения споров, то и споры должны быть частноправовыми. Тем не менее, даже в частноправовых есть ряд категорий, так называемые неарбитрабельные споры, которые не попадают. Попадали, но практика по этому поводу более-менее устоялась. Категорически невозможно в Третьейских судах рассматривать споры публичные за государством. Ну, то есть налоговые мы не можем рассматривать? Знаете, это вопрос будущего. Вопрос мировых с налоговыми, он заложен в самом законодательстве. Это без конца обсуждается на научно-практических конференциях. Но, учитывая такую яростную борьбу с коррупцией в нашей стране, вы понимаете, что никто не возьмет на себя ответственность принимать решение за то, чтобы подписывать договоры с альтернативным способом разрешения спора и передавать это в какой-то суд. Это не ближайшее будущее, хотя теоретически это возможно. И теоретически закон говорит о том, что любой спор, который рассматривается в арбитраже, может быть предметом Третьейского суда, если он выходит из арбитража. Ну, вот как мы говорили, это третья и четвертая статья, соответственно, АПК и ГПК предусмотрят такую возможность. То есть, по сути, мы можем рассмотреть споры между хозяйствующими субъектами? Это не государство, да? Это не вопросы из так называемых абсолютных правоотношений. Мы не можем вставить в вопрос о праве собственности. Потому что Третьейский суд, он существует для конкретно понятных сторон. И это должно быть соглашение. Если я ставлю вопросы о праве, то у меня совершенно неограниченный круг лиц, которые могут оказаться с другой стороны. В общем, тут есть ряд изъятий, но, скажем так, от обратного пойдем. Договоры купли-продажи разные, всякие поставки и прочее, прочее, прочее. Это вопрос для возможного Третьейского разрешения. Практически все работы, практически все услуги, финансовые взаимоотношения. То есть, на 90% тех споров, которые есть, это те споры, которые могут спокойно рассматриваться в Третьейских судах. Я напомню, буквально эссе у меня на 30 секунд для слушателей, что Третьейский суд, мы сегодня обсуждаем не все Третьейские суды, а затрагиваем непосредственно арбитраж при МТПП. Во-первых, это вопрос конфиденциальности. Слушания не открытые, нигде не публикуются, никто не узнает об этом, если сами только стороны не расскажут или не пойдут в дальнейшем. Суд уже общегражданский, неважно какой. Во-вторых, можно формировать суд, выбирать непосредственно судью и даже в некоторой степени влиять на процессы, иногда и на местоположение, но это по соглашению уже сторон. Короткие сроки, если мы говорим об арбитраже при МТПП, это около полутора месяцев примерно, в течение которого получается не просто решение, а решение уже фактически окончательно. Это тоже очень важно для хозяйствующих субъектов. Ну и говоря о процедуре, мы говорим о том, что в целом более доброжелательная, менее нервная процедура. Вот такие отличия суда Третьейского арбитражного при МТПП от судов государственных нам сегодня поведала Марина Зиновьевна-Пак, председатель арбитража при МТПП и кандидат юридических наук. Марина, спасибо огромное. Я думаю, что нашим слушателям было интересно узнать о том, что существует такой суд, зачем он существует, зачем туда приходят люди и чем он лучше или хуже. Спасибо. Спасибо.